Японская туристка приехала в северно-канадский городок «Yellow Knife», чтобы увидеть северное сияние. Это была ее мечта. Она преодолела ради нее тысячи километров, пересекла Тихий океан и исчезла без вести на бесконечных тропах густых лесов. «Yellow Knife» – столица на северо-западных территориях Канады. Это небольшой город, расположенный в северной части страны. «Yellow Knife» находится за полярным кругом. Земля здесь скупая, скованная льдами большую часть времени. Здесь северное сияние радует глаз часто, как звезды. Оно играет на небе почти каждую ночь. Знаменитая «Аврора» видна в среднем 240 ночей в году. В «Yellow Knife» стремятся туристы, чтобы встретиться с этим необычным для других регионов явлением. Рассказы посетителей северного города, впервые увидевших цветное небо, полны благоговения. Люди говорят, что увольняются с работы, когда возвращаются домой, увидев что-то в этих цветах, что призывает их изменить свою жизнь. История запечатлела немало случаев в «Yellow Knife», когда люди приезжали сюда на неделю, а спустя 20 лет все еще находились здесь. За последние два десятилетия световой туризм превратился из скудного направления в одно из самых популярных, особенно для японцев. Ежегодно в «Yellow Knife» приезжают тысячи японских туристов. Главным образом, чтобы наблюдать северное сияние. Многие кафе и рестораны города предлагают меню на английском и японском языках, чтобы учесть наплыв японских туристов. Одной из таких туристок была 45-летняя Ацуми Яшикуба, лицензированный психиатр, которая в октябре 2014 года решила посетить «Yellow Knife», чтобы увидеть разноцветное свечение в небе. Ацуми выросла в Уто – маленьком городке на самом южном крупном острове Японии Кюсю. Уто – это небольшой город, больше похожий на поселок. Ацуми была тихой, застенчивой и очень умной. Ацуми не очень любила спорт. Она часто читала книги, а также любила рисовать, например, мангу. В средней школе Ацуми хотела стать врачом, как ее отец. Девушка училась в медицинском высшем заведении в Кумамото, в большом городе по соседству с маленьким родным городком Уто. Ацуми окончила учебу по специальности радиология, как и ее отец когда-то. Она поступила в ординатуру университетской больницы, но через два года ушла из нее, чтобы сосредоточиться на психиатрии. Ацуми вернулась в Уто и открыла собственную психиатрическую клинику на базе семейной больницы. Ацуми бережно относилась к своим пациентам. Она обходилась с ними как с детьми – добрая, заботливая. Когда в кабинет заходил человек, нуждающийся в ее помощи, она встречала его с мягкой игрушкой в руках и улыбалась. У нее была приятная улыбка. Это отмечали как пациенты, так и сотрудники больницы. На игрушке в ее руках была табличка «Идет обследование». Она приветствовала пациента, шла к двери, вешала игрушку на ее ручку и закрывала дверь. Это было похоже на некий ее ритуал. В череде сеансов психотерапии она всегда находила время на путешествия. Она любила путешествовать одна. Всегда в этих путешествиях Ацуми помнила обо всех. Она привозила сувениры и коллегам, и тем, кто проходил лечение. В апреле 2006 года Ацуми переехала в Кумамото и открыла прием. Она назвала клинику «Солнце после грозы». Уже в июле 2007 года Ацуми уехала из Кумамото в Токио, чтобы начать новую жизнь. Она переехала в преград Токио под названием Сайтама и продолжила работать психиатром в местной клинике. Ее часы в клинике были урезаны после ссоры с главврачом. В течение следующих нескольких лет Ацуми работала в двух других клиниках за пределами Токио. Клиника была закрыта всего через три месяца из-за профессиональных разногласий с руководством. Затем Ацуми устроилась на работу в клинику в центре Токио, где посещала пациентов на дому. После того, как она уехала из Кумамото, Ацуми редко общалась со своей семьей. Ацуми Яшикуба прибыла в Yellowknife 17 октября 2014 года, путешествуя, как всегда, одна. Приехав в межсезонье, Ацуми после регистрации в отеле обнаружила, что туры по северному сиянию закрыты на сезон. Снежный покров в октябре и ноябре слишком тонкий для катания на собачьих упряжках и делает тропы вокруг Yellowknife заболоченными и трудноразличимыми. Поскольку Ацуми была одна, подробности ее дней в Yellowknife относительно расплывчаты. Известно, что 19 октября 2014 года, через два дня после прибытия в Yellowknife, Ацуми Яшикуба пришла в еще один туристический центр. Снова интересуюсь турами, которые касались наблюдения за северным сиянием. Но и эта компания была закрыта до зимнего сезона. Позже в тот же день Ацуми посетила сувенирный магазин «Галерея полуночного солнца» в старом городе Yellowknife. Она купила пару кофейных кружек и несколько сувениров. 22 октября 2014 года в 9.15 утра Ацуми покинула свой отель пешком. В этот же день одна из жительниц Yellowknife, Керри Рилл, бывшая офицер канадской королевской конной полиции, спешила домой к обеду и увидела, как Ацуми шла по старой аэропортовой дороге. Она была вся одета в розовое. На улице было особенно холодно, но Ацуми была хорошо одета. На ней была шапка и рукавицы. Она улыбалась. У женщины была камера на шнурке на шее. Она выглядела, как обычный турист. Совсем не казалось, что у нее что-то случилось или ей нужна была помощь. Позднее Соня Дейгл, водитель туристического автобуса «Северное сияние», ехала на своей машине домой и увидела, как Ацуми прошла мимо. Она шла по очень грязной дороге. Дорога вела к руднику. Рядом с рудником были большие камни, и открывался прекраснейший вид на озеро. На этих камнях любили фотографироваться туристы. Соня Дейгл подумала, что грязь, видимо, не остановила японскую туристку, чтобы сделать красивые снимки. Также 22 октября в 11.30 еще одна местная жительница из окна своей машины увидела Ацуми, которая шла по одной из троп под названием Ингрэма, недалеко от окраины города. Казалось, Ацуми старалась занять себя и продолжать путешествовать по окрестностям после того, как не смогла взять экскурсию в турагентстве. 26 октября Ацуми не села на свой обратный рейс домой в Японию. И 27 октября начались массовые поиски по всему городу и окрестностям с участием королевской канадской конной полиции и гражданских лиц. Вертолеты, офицеры, местные жители Йолу-Найфа и даже японские туристы были задействованы в поисках. Работать необходимо было быстро. Дни становились все короче и холоднее. Даже тепло одетая, Ацуми не была готова к выживанию на открытом воздухе при такой температуре в этой местности. Считалось, что Ацуми заблудилась, уходя по тропам глубоко в лес. Тропа Ингрэма, на которой женщину видели последний раз, проходит через огромную территорию бареального леса, что укрепляло версию потерявшейся Ацуми и затрудняло поиск. 29 октября, на третий день поисков, операция продолжалась. Фотография Ацуми из Шикуба была во всех новостях. Местные считали, что она могла провалиться в горное ущелье, поскользнуться и упасть с высоты, делая, например, фото. Местность была заболоченная. Болота еще не успели покрыться плотной коркой льда. Ацуми могла угодить в трясину, так как женщину не обнаружили на туристических маршрутах. Еще одной рабочей версией стало то, что ее кто-то мог подобрать на машине и увезти в неизвестном направлении. Поэтому полиция расширила территорию поиска исчезнувшей японской туристки, к сожалению, покинув более близкие места. В это время по всей Японии, особенно в Токио, нарастал широкий общественный резонанс. Все началось с небольшой новости об исчезновении. Но эта история быстро набирала обороты. В течение трех дней она стала одной из главных новостных тем в Японии. Поэтому к поискам Ацуми за кратчайшие сроки были привлечены две бригады полицейских из Лос-Анджелеса и еще одна из Нью-Йорка. СМИ из Японии прибыли в маленький северный городок. Очень быстро случившееся стало событием международного масштаба. 31 октября, на пятый день после исчезновения, продолжались воздушные наземные поиски в Ялунайфе, его окрестностях и далеко за ними. Лесистая местность была настолько обширной, что прочесать ее полностью казалось невозможным. Результатов не было. Семья Ишикуба поговорила с японскими СМИ. Младший брат Кенжи Ишикуба вышел в прямой эфир на японском центральном телеканале. Он сказал, что не может найти слов, очень переживает и хочет, чтобы его сестра вернулась в целости и сохранности. Полиция в этот день провела пресс-конференцию, признавшись, что никаких продвижений в этом деле об исчезновении нет. Температура неумолимо падала с каждым днем. Люди прекрасно понимали, с чем отцу мне придется столкнуться. На земле лежит снег. Дневного света крайне мало. Там ничего нет. Но есть дикие звери. На тропе Ингрэма видели медведей. Дни поисков превратились в неделю. 4 ноября, на 9-й день поисков, полиция заявила, что раскрыла тайну исчезновения отцу мне Ишикуба. Констебль Элеонор Стурка, офицер по связям с общественностью Королевской канадской конной полиции, заявила следующее. Наше полицейское расследование установило, что Атсуми Ишикуба теперь считается пропавшей без вести и погибшей. Она прибыла в Йолу Найв с планом отправиться на дикую природу в одиночку и остаться там. Она предприняла шаги, чтобы ее не нашли. Это сообщение о том, что Атсуми отправилась в дикий лес с целью бесследно исчезнуть, открыло дверь для множества спекуляций и огромного спроса на дополнительную информацию. Никто не понимал, что все это значит. Никто в отделе новостей не знал, что происходит. Телевизионщики чувствовали себя странно, помещая это сообщение в эфир. Они звонили в отделение полиции с просьбой предоставить дополнительную информацию. Но больше информации от властей не было предоставлено. Может, это странное объяснение было прикрытием, направленным на то, чтобы не повредить имиджу Йолу Найфа как туристического популярного места. Поиски Атсуми были прекращены практически без объяснения причин. Что именно заставило полицейских принять такое решение было неизвестно. Все понимали, что у полиции была информация, которая привела их к такому решению. Но делиться ею они не собирались. В местных СМИ было много подозрений. Японские СМИ восприняли выводы расследования с большим доверием. Именно канадские журналисты продолжали оказывать давление на полицию, но она оставалась непоколебимой в своем молчании. 6 ноября, спустя два дня после прекращения поисков, брат Атсуми Ишикуба пролил свет на сложившуюся таинственную ситуацию вокруг исчезновения своей сестры. Он рассказал репортерам, что ему сообщили важную информацию. В интервью Fuji TV Кенжи Ишикуба сказал, что Министерство иностранных дел Японии связалась с ним и рассказала, что Атсуми написала письмо подруге. В нем она писала, что хочет покончить с жизнью. Но он сам в это не верит. Кенжи Ишикуба сказал, что Министерство иностранных дел Японии не сообщило ему, кому именно его сестра написала письмо. Он не видел это письмо, но верит, что оно было. Но он не верит в самоубийство. Он рассказал репортерам, что думает, что действия Атсуми до ее исчезновения тогда не имеют смысл, если далее она хотела бы наложить на себя руки. Кенжи Ишикуба говорил, что она купила разные безделушки в сувенирном магазине для друзей. Я не думаю, что тот, кто собирался покончить жизнь самоубийством, стал бы покупать такие вещи. И будет ли такой человек выглядеть таким счастливым? Поэтому я не слишком уверен в этом. Во всяком случае, в душе я не верю, что это самоубийство. И действительно, продавец магазина рассказал, что Атсуми купила сувениры друзьям и две кружки для себя. Она спросила продавца, может ли она использовать их в микроволновке дома в Японии. Для Кенжи Ишикуба это говорит о том, что она намеревалась вернуться в Японию. Похоже на то, что у нее еще сохранялась связь с этим миром. Могла ли она думать в тот момент, чтобы уйти в небытие? Семья Атсуми считала, что, скорее всего, письмо с прощанием подруги было написано, чтобы попрощаться и в дальнейшем не уйти из жизни, а обрести новую себя, поменять работу, переехать в другое место. В любом случае, содержание письма им не было известно. Полиция держала эту информацию в строгой тайне. Близкие думали, что Атсуми, может, даже решила остаться жить в Канаде, и они хотели найти ее. Кенжи Ишикуба считал, что его сестра всегда хотела разорвать связь с семьей, мечтала жить подальше, но почему причины ему были неизвестны или он не хотел ими делиться? В их семье она была одиночка и общалась с ними редко. В юности она была близка с матерью, но и с ней почти не поддерживала отношения теперь. Общественности заявления о предполагаемом письме Атсуми тоже было мало. Где же тогда тело женщины? В полной неизвестности о том, что же случилось с японской туристкой Атсуми Ишикуба прошло 9 месяцев. Все оставалось так же размыто и так же непонятно для всех, возможно, кроме полиции. 22 июля 2015 года неожиданно в Йелунайфе возобновились поиски пропавшей без вести Атсуми. Точнее, это дело об исчезновении было снова организовано в рамках регулярных поисковых учений. Ничего на этих учениях не было обнаружено. 31 августа 2015 года один из туристов прогуливался по малоизвестной тропе в нескольких километрах от Йелунайфа. Он увидел что-то розовое на земле в кустах. На земле лежала длинная розовая парка. Рядом с паркой находились мелкие фрагменты костей. Вероятно, более крупные за столь долгое время были растасканы животными и унесены хищными птицами. Турист вернулся в город и связался с полицией. Здесь можно задаться вопросом, почему случайный турист нашел останки, а не полиция или волонтеры в организованных поисках в начале. Лес был слишком большим. Дней было мало. Территории поисков постоянно менялись и уходили на более дальние расстояния. Тело могло занести снегом в тот период времени, и его было сложнее заметить. А поисковые учения 22 июля длились один день, на другой территории, в другой стороне, и были все же больше обучением. Очень часто останки находят именно случайным образом, когда речь идет о дикой природе. Канадская полиция попросила японское консульство связаться с семьей, чтобы получить образцы для исследования ДНК. 14 апреля 2016 года было подтверждено, что фрагменты останков, найденные недалеко от города в прошлом году, принадлежат Атсуми Яшикуба. По фрагментам костей причину смерти установить было невозможно. Но было найдено еще кое-что в кармане розовой парке женщины. Полиция рассказала про записку Атсуми, которая была с ней, и скорее всего была предсмертной прощальной запиской. В ней Атсуми ясно изложила свои намерения. Она говорила о своих проблемах с ментальным здоровьем, писала о постоянной смене работы и как это тяжело ей дается, рассказывала об отдалении от семьи. Она хотела приехать в Канаду, чтобы умереть. Ей казалось, что Yellowknife – самое прекрасное место на Земле. Атсуми мечтал увидеть северное сияние и уйти из жизни. Она прощалась с родными и хотела быть похороненной здесь. Женщина хотела, чтобы ее тело осталось здесь, если ее найдут. Записка была передана семье Ишикуба в Японию. В итоге родные организовали захоронение останков Атсуми и Ишикуба на кладбище Yellowknife. Реализовала ли Атсуми свои планы? Возможно, она передумала и заблудилась. Возможно, она встретилась с диким зверем на опустевших туристических тропах. Хотя ранее все же таких случаев не было. Может, она поранилась или подвернула ногу и замерзла? Последние часы ее жизни останутся в тайне. Если Атсуми действительно выбрала себе такой путь ухода из жизни и смогла осуществить его, то ее мотивы и действия остаются неясными для жителей Yellowknife. Вероятно, это потому, что существует огромная пропасть между японским подходом к смерти и самоубийству и пониманием этого большинством жителей Yellowknife. Общеизвестно, что в некоторых культурах есть элементы, непроницаемые для посторонних. Отношение к смерти входит в список непостижимых мировоззрений в других странах и религиях. В Японии существует давняя традиция – люди тихо уходят в лес и просто исчезают. Это считается тихим, благородным самоубийством. Нам говорят, что в Японии высокий уровень самоубийств, потому что нет никакого морального осуждения за это. Японцы не осуждают самоубийство само по себе. В западных же культурах самоубийство всегда осуждалось как серьезное преступление против Бога. В Японии есть известный лес самоубийц Аокигахара, который удивляет и шокирует всех иностранцев. Он находится менее чем в двух часах езды от Токио. Подумайте о своих детях, о своей семье. Ваша жизнь – драгоценный подарок ваших родителей. Это предупреждающие слова, которые можно прочитать у входа в лес. Каждый год здесь находят более сотни тел. Сюда приходят, ставят палатки и находятся в раздумьях несколько дней. А потом либо совершают надуманное, либо выходят из леса и продолжают жить. Патрули регулярно осматривают местность, надеясь аккуратно перенаправить посетителей леса, которые не планируют обратного пути. Основные способы ухода из жизни – либо через повешение, либо передозировка лекарствами. Скорее всего, что-то из этого выбрала и Ацуми. Те, кто сбился с тропы леса, иногда сталкиваются с тревожными напоминаниями о прошлых трагедиях. Разбросанными личными вещами, обувью, покрытой мхом, фотографиями, портфелями, заметками, разбросанными по лесной подстилке. Доктор Таямаса Фюсе, заслуженный профессор суицидологии, рассказывал. Японцы уходят, не надеясь, что их найдут. Они хотят исчезнуть. Они не хотят смотреть в лицо мира и кричать «я хочу умереть». Именно поэтому полиция Японии так быстро и легко согласилась с этой версией, обнаружив лишь одно первое письмо Ацуми. А канадская полиция, скорее всего, по их же просьбе, из уважения к женщине, к ее культуре, стране и родным, сделала то заявление, которое сделала, не боясь подозрений и спекуляций. Публикуя то сообщение, мы сказали то, что могли сказать. Моя роль как следователя на самом деле не давать ответы для СМИ, а находить ответы для жертв, ответы для их семей. Зачем же Ацуми покупала сувениры и кружки? Она любила это делать и думала провести этот день так, как она хотела. Многие говорили, что всегда улыбающаяся Ацуми не могла так поступить. Но самая страшная из депрессии – это улыбающаяся или смеющаяся депрессия. Человек пытается казаться радостным, но в это время глубоко внутри страдает и чувствует отчаяние. Хоть это понятие не входит ни в один медицинский справочник, практикующие психиатры уделяют особое внимание именно таким пациентам, потому что они как будто уже приняли решение умереть и теперь готовы сбросить этот груз со своих плеч. Они просто осуществляют свой план и больше не беспокоятся ни о чем. У Ацуми были знания. Она помогала другим, но со своей болью она не справилась. Возможно, последнее, что она увидела – это разноцветные огни в небе, которые исполнили ее заветную мечту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok